Мастер-кот тоже очень давно вас не видел, и он передает вам огромные приветы, потому что он не мог просто прийти к вам в гости без меня. К сожалению, его лапки еще более кривые, чем мои, и штатив он новый собрать не смог. Правда, котик? Вот, поэтому мы снимаем на полудохлый, полуразваленный штатив и ждем нового, потому что кто-то у нас долбодятел. Передай привет. И айтехника это две вселенные, которые очень не хотят пересекаться в этом мире. Это какой-то просто капец. Всем большой привет, меня зовут Аня, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами будет достаточно расслабленное видео, просто поболтаем по душам. Вы мне расскажете, как у вас дела, я вам расскажу, как у меня дела, почему я бываю так редко здесь. Ну и если хотите, заваривайте себе чаек, ставьте себе кофе, либо берите какие-то вкусняшки. Кто-нибудь может взять бокал вина, к сожалению, у меня нет возможности выпить вина. И поехали, поболтаем. Видео такое более или менее домашнее, но я что-то себе решила сегодня первый раз за очень долгое время накрасить глаза. Там я не знаю сколько там цветов, просто все, что попадалось мне под руки, я просто пальцами и тремя кистями мазюкала и получилось вот это. Я, честно, даже не помню, сколько палеток я доставала для того, чтобы что-то на глазах нарисовать. И такая, ладно, губы оставим прозрачными. Ну, в конце концов, такие же глаза яркие нарисовала. Ну, в общем, я и моя жизнь. Я либо крашу только губы, либо крашу только глаза. И, в общем, меня все как-то в последнее время устраивает более чем. Куда пропало? Почему так долго не было? И почему, в принципе, я буду, наверное, немножечко выпадать? Как обычно, ноябрь-декабрь у меня какие-то месяцы, когда очень много работы. И сейчас очень много интересной и новой работы. И, да, у меня, в принципе, наверное, в жизни сейчас многое меняется. И я не знаю, насколько в хорошую, в плохую сторону. Но ждем. Я сейчас лажу, летаю по врачам, разбираюсь со своим здоровьем. Жду 3 декабря, потому что там будет важный какой-то нюанс и важный прием врачей. И все это вперемешку с тем, что у меня появились новые проекты, от одного из которых я уже на данный момент хочу отказаться. Потому что он как-то очень много вытягивает моих сил, эмоций. И как-то я будю над ним больше, чем непосредственно сам клиент. И меня это очень не устраивает. А я немножечко посидела и приняла решение, что во всех ситуациях, и в рабочих, и в связанных с блогом, и со всем, каким-то образом нужно ловить своеобразный дзен и меньше брать до сердца всех ситуаций и как-то отпустить все. Вот, например, в плане с клиентами я понимаю, что эти деньги, хоть они и деньги, но они мне не дают никакого удовольствия, потому что просто ты как какой-то сумасшедший, постоянно на стрёме, вечно что-то там пытаешься словить, что-то пытаешься научить, переубедить, и как бы зачем тебе это, если это не твой бизнес. Вот, поэтому вопрос там стоит с одним проектом. И появились у меня новые проекты. И один из них, это просто невероятный опыт для меня. Я сейчас снимаю видео не только для себя. Снимаю и монтирую видео не только для себя. И для меня это огромное достижение, потому что, ну вот, кажется, да, мой канал такой маленький, он так развивается медленно. И, в принципе, например, если сравнивать с девочками, которые не так давно в Беларуси снимают видео про косметику также, у них гораздо больше прирост подписчиков, нежели чем у меня. Но я понимаю, что я в плане, не знаю, может быть, какого-то видения или постановки кадра, или там моих заморочек со светом. Да, для тех, кто, например, в первый раз или не так давно у меня на канале, на данный момент я живу в общежитии. И в этой комнате у нас всё. И кухня, и спальня, и живёт кот, и два рабочих места, и вся моя косметика, и всё. И когда мне кто-то пытается говорить о том, что вы бы лучше свет какой-то по-другому сделали и так далее, ребята, я так хочу сделать что-нибудь по-другому, я так хочу сделать, чтобы было красиво, и чтобы была охеренная картинка, но мне некуда деться. Этот угол, это самый лучший угол за последнее время, который я нашла для себя, в котором я могу красиво снимать видео, но чисто из того, что у меня здесь есть, это самый оптимальный вариант. Здесь не так сильно влияет свет, который идёт от окна, который у меня полностью на всю комнату, на всю стену. С той стороны у нас зона, где у нас живут Женины вещи от страйкбола и всё такое. То есть там полная свалка, и, соответственно, вам это видеть не совсем захочется, поэтому это мой уголок. И я не всегда владею возможностью отредактировать как-то свет, который светит из окна и который перебивает всю картинку. Вот, поэтому не нужно на меня ругаться, я сама бы хотела лучше, но из того, что есть, это мой максимум. Ещё бы я хотела два софтбокса, например, чтобы на меня светили, чтобы я могла снимать себя с двух камер, чтобы у меня был ассистент, к примеру. Я вообще вижу очень там совершенно другую картинку, например, у себя на канале с совершенно другим монтажом, но я не влезу совсем этим к себе домой. Поэтому как бы пока что, как есть, я вам как-то не так давно снимала видео из другого места от своей партнёрки Медиакуб. Всё это в силе, просто-напросто так катастрофически мало времени с этими всеми нюансами работы, здоровья и так далее, что просто-напросто приехать туда, собрать кучу вещей, чтобы отснять, например, пять или шесть видео подряд, вообще не получается. Поэтому пока что, я надеюсь, на меня никто не обижается, что вот как-то так. Вот, это такие новости. В плане хорошего у меня жизнь, возможно, в ближайшее время поменяется. И если так и будет, то вы обязательно об этом узнаете. Я очень горжусь. Плюс, конечно же, я нереально... Почему я вообще вела с картинкой, со светом? Моё видение, картинки, света и того, что я делаю, пришлось по душе не только мне, а бренду, для которого я теперь снимаю. И как бы я держу пальцы, чтобы всё было красиво, всё было хорошо, чтобы мне это нравилось, чтобы это нравилось не только мне, а, соответственно, заказчику в первую очередь. И для меня это такой новый уровень для себя лично, потому что я, в принципе, когда заводила блог, я никогда не ставила себе цель стать каким-то суперпопулярным именно блогером, у которого будет много подписчиков. Именно вот, ну, не сама цель это, а у меня сама цель, как я вам рассказывала, это то, чтобы при помощи блога я развивалась в своей работе, что-то развивала, свои умения, и чтобы это приносило мне возможность работать, зарабатывать и чувствовать себя прекрасно. И, в принципе, именно это для меня приоритет. И именно сейчас, почему я пропадаю, ну, из-за того, что времени нет и так далее, это одно и другое. Я просто после одного комментария, когда мне написали под каким-то видео, что для того, чтобы увеличить количество подписчиков, увеличить аудиторию, научитесь говорить правильно, ваши эти все словечки погнали, налип, тусовалась, летела, траля-ля, и ваши эти пэканье-мэканье никому не нужны, никто не захочет это смотреть, развивайтесь, и только тогда у вас будет аудитория приходить. Я посидела над этим комментарием, посмотрела на это все со стороны и поняла, что, в принципе, действительно так и есть. Я не тот блогер, который массовый блогер, которого захотят смотреть много людей, но тем не менее, те люди, которые смотрят меня, это до такой степени качественной аудитории, до такой степени вы крутые, ребята. Вот именно те, тот костяк людей, которые постоянно меня смотрят, меня комментируют, которые любую тему могут развить. Если надо, написать 500 комментариев под видео и развить тему так, что офигеваешь от того, какие вы крутые. Когда вам тема не заходит, вы просто пишете, да, ты классно выглядишь, или Брюс хороший, и вы не жалеете для меня своего времени. И вот это я считаю действительно моя заслуга. То, что вы, у меня маленькая аудитория, которая приходит очень медленно, но, возможно, в жизни, если бы мы с вами встретились, то мы бы спокойно сели, попили кофе, поболтали и чувствовали бы себя достаточно комфортно. И не было такого, что, ну да, там, она там про банки снимает, она блогер, бьюти там или еще что-то, я побоюсь к ней подойти. Ни хрена! Вы не боитесь ко мне подходить, я это знаю. Я вас часто встречаю в городе, и мы часто общаемся с очень многими из вас в жизни. Это мы уже знакомы, и мы даже дружим. Поэтому я поняла для себя, что я не буду делать так, чтобы... Точнее, я не буду переступать через себя, стараться быть какой-то другой, только ради того, чтобы ко мне приходила аудитория, которой важна не я, а важна именно только та информация, которую я преподношу. Ну, образно говоря, ко мне, чтобы приходили люди смотреть только потому, что я, например, из Беларуси снимаю белорусскую косметику, ну, и мне интересно, я как человек. Ну, наверное, я уже слишком старая и какая-то зануда, но мне бы хотелось действительно какого-то более душевного общения. И даже если аудитория будет расти, я очень хочу стараться именно общаться с вами, а не как-то бомбить. Ну, в общем, поживем-увидим. Что будет дальше, я не знаю. А Брюс решил сожрать мой блокнот и мою ручку. И он это так тщательно делает. Я даже думаю, что вы должны слышать это чавканье. Вы слышали? Брюс! Брюс Эль! Кс-кс-кс! А что ты там делаешь? Такой. Ладно, я пойду у него отберу, все, и вернусь к вам, мы продолжим. Такие разобраться с этим животным не всегда успешно, потому что он потом начинает атаковать добитые эти штативы, прыгать на них. Короче, у него режим активности, когда я начинаю заниматься чем-то, или там разговаривать, или еще что-то, он на голос идет, и начинает думать, наверное, что я ему что-то рассказываю. Вот. Когда я сижу тихонько работаю, он просто приходит ложиться на меня сверху, на клавиатуру и лежит. То есть он таким образом показывает. Ну, ты отдыхаешь, и я отдыхаю. Ты работаешь, и я работаю. Все серьезно, с котами, иначе никак. Теперь он пошел пить водичку, мне кажется, что слышит это весь район. Но не суть. Я думаю, что вы, кто знает, давно у меня и моих котов, что Миша у меня была пришибленная на голову, что Брюссель сейчас тоже такой немножко кукукнутый. Ну, в нашей семье, наверное, иначе никак. Вот. Я не отказываюсь от темы косметики, и наоборот. У меня очень много сейчас интересных продуктов, которые я тестирую, пробую. Я две недели без остановки хожу с разными тональными основами на лице. Причем я хожу с разными тональными основами на лице. И постоянно езжу на какие-то встречи, по работе, по делам, на еще что-нибудь, на какие-нибудь мероприятия. И такая, черт, ты заходишь, например, куда-то в туалет, а у тебя отдельно нос, отдельно тон. И, в общем, это все мило и прикольно и прекрасно. Я сейчас их так стараюсь плотненько потестировать. И потом уже вам рассказать, что к чему и как, как кожа реагирует, что и как, и почему брать, а почему не брать. Я надеюсь, что это будет со временем актуально и интересно. Уход у меня интересный новый появился. Я даже дала зеленый свет бренду Ифраше в уходе за своей кожей. И не сожалею об этом. Вот. Что еще интересного? Очень много декоративки. Эссенс и Катрис, как обычно, что-то новенькое подкинули. Есть интересные штуки. И я на Инстаграм стараюсь появляться чаще. Я сейчас там делаю такие штучные обзоры на продукты. Поэтому переходите туда. Плюс там я анонсирую какие-то розыгрыши у своих клиентов, с которыми я работаю. И в ближайшее время мини-розыгрыш сделаю на свою палетку, любимую от Эссенс, которая из трех хайлайтеров, а-ля Lime Crime. Поэтому тоже присоединяйтесь. Все ссылки на аккаунты у меня внизу. В Телеграме стараюсь писать, как обычно, про масочки и про то, что купила там плюс-минус, минимально. Короче, пытаюсь быть активной, насколько хватает у меня на это времени. Вот, как обычно, спим мало, делаем много, довольны, счастливы. Люблю свою работу, но больше люблю все-таки поспать. Очень интересно мне узнать, как ваши дела, чего вы ждете сейчас на канале больше всего, каких обзоров. Я знаю, что, скорее всего, ждете каких-то обзоров на латуаж, например, на тональный крем. Что-то, может быть, по Белор Дизайн вам что-то будет интересно. Ну, какие-то белорусские истории. Может быть, какие-то конкретные есть запросы. Может, реально с вами просто поговорить. Потому что я делала во вкладке сообщества опросик, не понаписывали вопросов, но я немножко зависла, потому что некоторые из них были странные. На некоторые из них хочется ответить, но хочется немножечко подумать. И, наверное, вот один вопрос, который, если не ошибаюсь, Катя задавала по поводу того, смотрю ли я блогеров, которых смотрела когда-то давно, и как сейчас все это изменилось у меня в голове, или я продолжаю их смотреть. Так вот, наверное, в это видео я впихну этот кусочек, этот ответ, можно так сказать. Вообще, сейчас я просто практически никого не смотрю, потому что, ну, я, наверное, где-то немножко в другой реальности сейчас нахожусь. И мне просто, ну, не то что не интересно. Сейчас эта информация мне не очень нужна. Я не смотрю бьюти-блогеров, в принципе. Да, на Инстаграм я тех, кого читала, читаю. Я смотрю каких-то постоянных блогеров. Ну, например, Наталинины обзоры я с периодичностью смотрю. Пару каких-то видео Арины Вискеры смотрела. Вот. Но в основном сейчас то, что я смотрю, это канал Сметана ТВ. Это ребята-миллионники из Москвы, которые просто творят всякий трэш. Они очень смешные. Они мне напоминают мою компанию с тех времен, когда я тусовалась. Это просто вот я смотрю на это и все-таки, господи, господи, почему я такая старая, почему я так больше не тусуюсь. И я хочу туда. И это так мило. И я вот сейчас залипаю, даже тупо на фоне включаю какие-то их видосы, либо их прямые эфиры, рубрику «Пьяный пересказ». И вообще на самом деле вот такие вот смешные вещи меня прям вдохновляют как-то улыбаться, забивать на все и возможно даже вспоминать о том, что на своем канале я хотела не оставаться в рамках только косметики, а как-то все-таки стараться быть более живой. Ну, посмотрим, вот хотя бы поболтаю сегодня с вами и уже в каком-то другом совершенно настроении, более приподнятом, выскажу все, что у меня тут происходит. Вот, поэтому, честно, сейчас очень сильно все поменялось в плане блогинга и того, что я смотрю и как. Потому что, во-первых, я сама по себе, по отношению меняюсь. И фэшн, фэшн-тема, она очень мне сейчас близка, потому что у меня и клиенты из этой тематики есть, и дизайнеры наши белорусские, с которыми я работаю. И, в принципе, всегда до того, как я с косметикой связалась, я очень любила трэшово, но наряжаться. У меня никогда не было в стиле чего-то из серии джинсы и майка. Мне хотелось чего-то такого раньше более странненького, необычненького. Сейчас как бы все достаточно, можно так сказать, банально и как у всех, но в то же время я максимально комфортно себя чувствую в том, как я хожу. Ну, в принципе, те, кто смотрит мой инстаграм личный и бьюти, там я периодически мелькаю в каких-то своих образах. Можете оценить и понять, ну, насколько и что мне близко в плане вот этой всей индустрии. Вот, как-то так. Не знаю, пишите мне вопросы, если вам что-то интересно. Обещаю, что следующее видео будет про пустые банки. Там стоит пакет, большой такой пакет, который я буду разбирать и снимать вам видос. Обещаю, будет, все сделаем, все будет в лучшем виде, никуда не пропадаю. Просто, честно, я для себя поняла, что хватит трястись над тем, что аудитория не приходит. И если не получается что-то делать, значит, не получается, значит, сейчас так оно и должно быть. Если судьба будет, не судьба, ну, как бы, и фиг с ним, ничего страшного, нифига не закончится на этом моя жизнь. Поэтому будем делать все по мере возможностей и, надеюсь, вы меня в этом поддержите. Вот, и, наверное, я буду закругляться, что-то я вам там наговорила. Надеюсь, вы просто со мной мило провели время. Пишите, как ваши дела, давайте общаться в комментариях. И, кстати, в эту, нет, не в эту субботу, а в это воскресенье вечером будет Субборник-Квартирник. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. И сегодня я объявлю пост с набором людей на этот субботник. Будем тусоваться, будем пить Глинтвейн, будем устраивать ресейл, будем мерить комбезы, будем общаться. В общем, будет такой теплый девичник. Так, приходите. Пока что, по ощущениям, людей должно влезть почти как на свадьбу. Поэтому буду очень рада любому из вас. Вот. Спасибо вам огромное за внимание. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, если не хотите пропускать мои видео. Потому что в последнее время их смотрели очень мало, либо неинтересно было, либо просто оповещения не приходили. Но я надеюсь, что остались те, кому это интересно. В общем, спасибо за внимание. Целую, обнимаю вас. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.